МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телеканал «Видное ТВ» начинает свою работу в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях Иванов Владимир Федорович, генеральный директор МУП, управляющая компанией ЖКХ. Здравствуйте! Давайте подводить итоги. Хоть и февраль, но наверняка есть что сказать. С какими результатами ваше предприятие закончило год? Особо похвастаться нечем, потому что предприятие переживает не самые лучшие денечки. Финансовое положение критическое. Я пришел в середине 2016 года. План текущего ремонта, как пример, около 60 миллионов был запланирован. И к августу было только процентов 20 выполнено. И более того, мы не смогли продолжить текущий ремонт, потому что кредиторская задолженность предприятия не позволила освоить еще 27 миллионов. Если бы мы освоили, то кредиторская задолженность увеличилась бы еще больше. На сегодняшний момент, может кого-то испугает эта цифра, но факт остается фактом, почти полмиллиарда рублей составляет кредиторская задолженность нашего предприятия. К сожалению, начиная с 2012 года, эта тенденция увеличивается практически по 70-70 миллионов ежегодно прибавляется в кредиторскую копилку. Практически 79% от этой суммы мы должны ресурсоснабжающей организации. Владимир Федорович, Вы рисуете страшную картину. Знаете, обычно, когда ведущий задает вопросы, как Вы закончили этот год? И звучит такая радужная, перспективная речь о том, что все было хорошо, а будет еще лучше. А у Вас получается, что все ведет к банкротству предприятия. Откуда такие долги? Ну, Вы правы, если не принимать каких-то конкретных и быстрых действий, то действительно предприятие будет обанкрочено в соответствии с действующим законодательством. И ни много ни мало, 800 работников, которые сейчас оформлены на предприятии, могут оказаться на улице. Этого, конечно, никто не допустит. И, значит, когда я пришел, мы провели анализ финансо-хозяйственной деятельности, доложили главе администрации. И было четкое поручение нам провести ряд мероприятий, чтобы исправить эту финансовую ситуацию. Но без жителя, как это водится, мы, управляющих компаний, никто. К сожалению, за весь период эксплуатации жилого фонда жители задолжали управляющей компанией громаднейшую сумму. 341 миллион должны жители, но они должны не просто управляющей компанией. В дом поставлен ресурс – это газ, электричество, вода горячая, холодная, тепло. Но мы все это поставили по договору с ресурсоснабжающей организацией. Она ждет от нас платежей, а мы ей не можем доплатить. Но ресурсоснабжающая организация не сама производит, она тоже где-то берет воду у Мосводоканала и так далее. Она должна с ними рассчитываться. Поэтому, чтобы не прекратить подачу ресурсов, мы должны выплачивать полностью. Откуда можно взять эти деньги? С текущего ремонта, с содержания. Все это сказывается на качестве услуг. И, к сожалению, платежи жителей все хуже и хуже. Вот показывает тенденция, опять анализ. Каждый год на 16% платежи жителей становится все хуже и хуже. Вы знаете, вот у меня еще лежит такая бумажка, вы мне ее прислали. Общая характеристика предприятия. Здесь написано, что в виде неуказа ЖКХ 576 жилых домов общей площадью 1,5 млн кв. метров. Как с такими долгами вы можете эксплуатировать этот жилой фонд на данном этапе? Да, вы правы. А если еще прочитать чуть дальше возраст домов, озвучьте, пожалуйста. Да, из 576 домов 483 эксплуатируются более 30 лет. Вы, наверное, говорите о следующей цифре, которая вообще удивляет. 319 домов более 50 лет назад. Да, то есть это старый жилой фонд, который требует ежедневного к себе внимания. Необходимо проводить плановые мероприятия, какие-то сдерживающие мероприятия, дабы не допустить разрушения конструкций. А денег на это не хватает, потому что и житель плохо платит, долги накопились, затраты большие на содержание аппарата. У нас по штату 1104 сотрудника в муниципальном предприятии. Из них непосредственно управлением занимается только 13%. Все остальные это подрядные профессии. И так сложилось, что муниципальное предприятие вместо того, чтобы заниматься управлением, оно превратилось в большущую монопольную подрядную организацию по эксплуатации жилищного фонда. Для того, чтобы понять, как складывается финансовая составляющая по содержанию текущего ремонта, приведу конкретный пример по 2018 году. Вот мы планируем деньги на содержание текущего ремонта. Сумма достаточно точная, 500 миллионов рублей мы должны истратить. Не можем, а должны. То есть жители по статье «Содержание текущего ремонта» собирают определенную сумму. Из них мы платим подрядчикам так называемые спецработы. Никого не удивляет, что мы привлекаем подрядчика для обслуживания лифтов, для систем дымоудаления противопожарной автоматики, для дерозитизации и дезинсекции, вент-каналы, дымоходы, вывоз мусора. Это все подрядные организации. Вот на них уходит 150 миллионов рублей. Остается на «Содержание текущий ремонт» математика простая. 500 минус 150, 350 миллионов. Давайте я тоже блесну. А теперь следующая математика. Годовой фонд оплаты труда – 310 миллионов рублей. Вот нашей армии в 1104 сотрудника. То есть на 40 миллионов вам можно сделать этих ремонтов? Нет, это вы много посчитали, плохо посчитали. 90% составляет зарплата. Итого остается 14 миллионов или 4% от всего – это на закупку материалов. Что можно сделать для такого жилого фонда на 4% или на 14 миллионов? А согласно плану по начислению на текущий ремонт, мы должны потребность только в закупке материалов – 35 миллионов. А у нас 14. Ну, есть ли выход вообще? Вот скажите мне, это тупик? Или возможно разговаривать о том, как преодолеть эту ситуацию? Нет, конечно, возможно. И об этом сейчас идет речь, что нужно принимать, конечно, срочные меры. О чем еще хотелось сказать? Что на протяжении всего времени существования управляющей компании никогда не провалились конкурсные процедуры. Хотя один из главных пунктов устава предприятия – это то, что предприятие при приобретении материалов или закупке товаров и услуг должна руководствоваться конкурсными процедурами. Должна проводить конкурсные процедуры. Никогда подрядчик на обслуживание лифтов, на вывоз мусора, на дымоудаление, как я перечислил, все остальные виды работ, не определялся под конкурс. В результате сложилась устойчивая и высокая цена, которую сам себе любимый создал. Потом она была закреплена и осталась как факт. И когда мы сравниваем эти расценки с московскими расценками, казалось бы, Москва – самый дорогой город в России. Оказывается, что в жилищно-коммунальном хозяйстве это не так. Это не так. Вы хотите воспользоваться опытом Москвы? Я хочу действовать строго в соответствии с законом, который предписывает, что любая процедура, а с 2017 года муниципальные унитарные предприятия должны все работы и услуги закупать по закону 44-му, так называемому, где есть все прописано, подача заявка, какие документы предоставляются и так далее. Так вот, одно из самых главных мероприятий, которые мы сейчас проводим, это проводим торгово-закупочные процедуры. Мы определили новую подрядную организацию по лифтам. Приехала московская фирма, выиграла. Очень мощная фирма. Не буду ее рекламировать. Мы провели торги по системе дымоудаления. Мы проводим торги по мусору и так далее. Все это в результате, во-первых, даст нам сокращение оплаты экономию в порядка 30 миллионов рублей, которые мы сможем пустить либо на погашение долга, либо на увеличение объема текущего ремонта, который мы будем производить. Скажите, пожалуйста, как я правильно понимаю, речь идет о том, что вы нашли подрядчиков, которые будут более эффективно за сумму, которая устраивает вас и, соответственно, жильцов, которые платят, обслуживать именно те моменты, я сейчас пока их назову, которые уже обслуживались подрядчиками. Нет, вот давайте так. А речь-то идет о том, что... Вот на сегодня в жилом доме существуют инженерные системы. Лифт, как я начал их перечислять, лифт, дымоудаление системы, вентоканалы, дымоходы и так далее. И мусор надо возить. Все эти работы выполнялись подрядчиками, с этим никто не спорит. А вот работа по отслуживанию внутридомовых инженерных систем, таких как холодного водоснабжения, горячего, отопления, значит, все это электроснабжение обслуживалось непосредственно управляющей компанией. Вопрос, зачем? Ну вот у вас есть сложная аппаратура, если она сломается. Вы же не будете держать дорогостоящего мастера для его ремонта. Вы наверняка сдадите, значит, в мастерскую, вам эту технику отремонтируют. А мы, этого мастера, держим у себя. Мы сами ремонтируем трубы, мы закупаем материал. В отличие от подрядчика, который позвонил на рынок, ему привезут и в долг еще дадут, мы вынуждены выходить на торговые процедуры, тратить месяц. А так как это длительная процедура, МУП, предприятие наше, закупает большим оптом, ну, чтобы меньше тратить времени на торговые процедуры, отвозит это все на склад, нанимает охрану, кладовщиков, потом развозит по участкам, тратит деньги на бензин, там начинает ремонтировать. Смотрите, какие трудозатраты происходят. Коммерческая организация, она мобильна в этом плане, предусмотрена, то есть в соответствии с законом мобильной. Все работы вы хотите делать через подряд? За исключением. Мы не хотим отдавать аварийно-диспетчерскую службу, мы хотим держать руку на пульсе, мы должны знать, что житель позвонил, и должны проконтролировать, как устранена эта авария. Мы не отдаем договоры с ресурсонабжающими организациями, мы заключаем договоры со всеми, мы заключаем договор на овост мусор, на директизацию, дезинфекцию и так далее. Это мы оставляем с собой. И мы заключаем договор теперь с организацией, как будет заниматься содержанием и текущим ремонтом. И платить ей ровно столько, сколько она сделает. Ежемесячно. А замечу, эта организация, которая приходит коммерчески, она не имеет никакого отношения к тем долгам, которые у нас возникли с 2006 года. Ее задача – выполнить работы, представить нам акт выполненных работ. Мы со старшим по дому проверяем эти работы, подписываем, если они выполнены, подрядчик получает деньги. И так ежемесячно. Для примера я вам скажу, что мы планируем в 2017 году в 7 раз увеличить объем выполняемых работ. Слушайте, ну я не могу не задать и следующий вопрос. Если вы все будете делать через подрядчика, то те люди, которые сейчас числятся в управляющей компании, занимают должности, которые как раз используются для выполнения этих работ, куда они денутся? Что с ними будет с этими людьми? Ну вот для примера. У нас есть фирма, которая обслуживает лифты. Не везде у нас есть ламп-сигналы, то есть электросигналы, приходящие на диспетчерскую. У нас 57 лифтеров, которые находятся в помещениях. Если человек застрял в лифте, он нажимает кнопку, и этот человек, наш сотрудник, идет, его высвобождает. Значит, сейчас у нас выиграла новая фирма обслуживания лифтов. Эти лифтеры перешли к ней работать. Скажите, что изменилось? Этот лифтер, как был, сидел в этой комнатке, принимал сигналы, так он и принимает. Другое дело, что через несколько месяцев эта фирма поставит там модемы, и не надо будет там сидеть этому физическому лицу, чтобы кого-то выручить. Сигнал придет на диспетчерскую, диспетчерская пошлет аварийку, выполнит работы, и экономия в год составит 700 тысяч рублей для управляющей компании. Пустяк, а приятно. Так и по всем остальным работам. Подождите, я прямого ответа все равно от вас не услышала. Те люди, которые, они все специально востребованы. Организация, которая выиграла конкурс по содержанию текущему ремонту, она предоставила все необходимые документы, она доказала, что у нее есть своя рабочая сила, она легко справится с выполнением этих задач с помощью своих работников. Но, однако, у нас была установка изначально полученная, что мы должны, дабы не допустить социального взрыва, чтобы 800 человек не оказались ни у дел в столь сложное время, мы договорились с этими подрядчиками, но пока с одним, потому что один только конкурс прошел и выявлен победитель, что он все 100% сотрудников через увольнение принимает к себе. Значит, второго числа люди написали заявление, мы с ними рассчитались, как положено. Тут же сидит кадровик этой фирмы, пишется заявление, приказ, и он с 1 марта, то есть 3 марта, начинает работать у него и получать деньги другой организации. На сегодняшний момент два человека отказались, один пенсионер, другой не захотел переходить, но это исключение, а не правило. Люди на улице не останутся, мы это услышали. А расскажите, пожалуйста, управляющая компания оставляет за собой право, как я понимаю, теперь только управлять, а не оказывать услуги? Да, непосредственные услуги мы оказывать не будем. Мы будем, как и ранее, заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями и больше времени уделять непосредственно дому и населению, естественно. У нас, к сожалению, на сегодняшний момент легитимно существует всего 19 советов многоквартирных домов. Значит, из 576, это капля в море. Это нельзя такого допускать. Надо сейчас администрация совместно с нашей ассоциацией многоквартирных домов составили списки, и мы до 1 апреля, я пользуюсь случаем, хочу обратиться к жителям, которые нас смотрят. Мы в ближайшее время по графику будем приходить в дома, совместно со старшими организовывать общее собрание. Мы сейчас взяли на карандаш самых активных жителей по всем домам, будем предлагать им возглавить эту сложную работу Совета многоквартирных домов. Среди членов Совета многоквартирного дома будет выбран председатель этого Совета. Это придумал не я, не кто-то. Это статья 161.1 ЖК. Совет этот обязателен в доме. Более того, если он отсутствует, то администрация района должна инициировать проведение собрания, избрать и наделить. Закон наделяет этого человека определенными функциями, в том числе по приемке выполненных работ. После тех мер, которые вы собираетесь проводить, может надеяться население Ленинского района, чьими домами вы управляете, что все сразу наладится, что и подъезды начнут делаться, и с долгами рассчитаетесь. Здесь плюс надо обратиться к населению с условием, если они будут платить тоже вовремя. Хорошее предложение. Давайте мы хотя бы на подъездах и разберем эту ситуацию. В 2016 году было выполнено 5 подъездов. На 2017 год мы наметили, это не просто хотим и не хотим, это областная программа по ремонту подъездов. 25% подъездов должно быть в Ленинском районе отремонтировано. Это 530 подъездов. Не 5, а 530. Давайте немножечко прервемся, потому что мы были в двух подъездах города Видное, снимали сюжет, посмотрим его, и продолжим наше обсуждение далее. В доме номер 35 по адресу проспект Ленинского комсомола Людмила Анатольевна живет почти полвека, и только в последние 6 лет женщина довольна состоянием своего подъезда. Говорит, наконец, таким стали заниматься. Два года назад муниципальная управляющая компания провела здесь текущий ремонт. Покрасили стены и потолки, заменили окна, ковши мусоропровода и электросветительные приборы. Частично отремонтировали кровлю. Теперь в 6-й подъезд приятно зайти. Но что самое главное, за всем этим благоустройством не перестают следить и сами жители. Когда чисто и красиво, приятно, наверное, зайти в подъезд. У нас два раза в год делают чистка всего подъезда. Мы окна помогаем, убираемся, все нормально. Здесь не встретишь разбросанного мусора или непристойных надписей. Вместо этого висят картины и растут цветы. Людям не стоит волноваться, что у них исчезнут письма, ведь все почтовые ящики целые. Да и лифт, хоть и старый, но чистый. Мы же здесь живем. Это наше считается тоже жилое помещение. Мы же как в квартире хотим, чтобы было хорошо, уютно и жить нормально, так и на лестничной площадке хотим, чтобы было хорошо. Поэтому мы стараемся. И совсем другая ситуация по адресу проспект Ленинского Комсомола, 23-1. Еще при входе к подъезду мусор различного рода, надписи. Первое, что ощущается, это резкий запах. Лифты, которые были заменены недавно, уже разукрашены. Кажется, здесь живут художники. Давайте поднимемся выше. Может быть, на этажах ситуация лучше. Вот новый, современный лифт, а находиться в нем уже неприятно. Едем дальше. Скажите, а что вы тут делаете? Отдыхаем. На лестничной... Я все пришел, повреждать книгу, почитать. Вы житель этого подъезда? Нет. По словам жителей этого подъезда, подобная ситуация на верхних этажах стала нормой. Это сегодня здесь обитает, что называется, интеллигентный бомж. А чаще всего подобные персонажи распивают алкогольные напитки и шумят. И таких личностей на ПЛК-23-1 немало. Они разрисовывают стены, громят почтовые ящики и добропорядочные жильцы уже устали с этим бороться. Есть люди такие. Это люди. Я не знаю, что им не хватает. Это они, наверное, уже сожрали сами себя, не только что кого это, людей-то. Вот. А ведь придешь, здесь вот бумага, все навалено, не поймешь что. И здесь все перевернуто. Ну что это за люди? Муниципальная управляющая компания регулярно следит за техническим и санитарным состоянием подъезда. Но бороться с вандалами не может. Не знаю, кто жители данного дома или же просто какие-то вандалы постоянно, значит, ну, мешают. Именно не то, что мешают, неправильно выразился, портят, значит, общедомовое имущество. Выход из такой ситуации только один. Не переставать следить за обстановкой в подъезде и при выявлении сомнительных лиц сообщать об этом в полицию. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Ну вот такие два разных подъезда, да, можно опять сейчас отремонтироваться. Великолепный репортаж. Он поднял, с моей точки зрения, сразу две проблемы, да. Ну, первую, которую мы говорили, это количественные составляющие, да, было сделано пять, сейчас мы запланировали 530 подъездов. А вторая, сколько бы мы ни сделали, если не будет пригляда за общественностью, за общедомовым имуществом, хоть ты обкрасьте, все равно будут они вот так вот разрисованы, просто слезы на глазах наворачиваются, когда только что сделаны лифты, и он в такое состояние приведет. Мало того, я напомню нашим телезрителям, что, по-моему, осенью мы снимали репортаж в этом же доме, когда надписи, вот эти вандальные, были закрашены. Как только их закрасили, появились новые. Что же делать? Мы с вами делали репортаж по вандализму вот этому художникам, и я даже сказал, что премию выплачу тем, кто, ну, поймает этих хулиганов. Были прецеденты? Нет, так они и неуловимы. Видимо, они выходят на свою охоту, когда нормальные люди спят, по-моему, вот так. И как же тогда быть с этой программой ремонт подъезда? Будем ремонтировать, будем избирать старших по домам, они сами себя будут избирать. И пока мы не начнем вот это вот привлечение общественности к содержанию общедомового имущества, ничего не получится. Вы посмотрите, в Виндом практически нет ТСЖ и ЖСК. Значит, вот я в Москве работал в управляющей компании, где у нас были одни ТСЖ и ЖСК, и мы, значит, я понимаю, что это, ну, все под приглядом. Ну, ничего не происходит, ни одна копейка мимо не пролетает, ни одна бумажка не будет незамечена, брошена кем-то, сразу замечание будет. Значит, и подрядчики по стройке ходят, и, значит, и управляющая компания пытается все сделать, чтобы председателю понравилось. Поэтому мы сейчас запланировали до 1 апреля провести во всех собраниях, я надеюсь, жители примут самое активное участие в проведении этих собраний и выберут себе старших по подъездам, по домам, и будет с кем-то наводить порядок. Владимир Федорович, а практика какая-то есть? Если устанавливать камеры, насколько это будет дорого обходиться жителям, и насколько они эффективны для того, чтобы так не совершались такие действия вандальных подъездов? Ну, я думаю, что камеры все-таки это следующий этап. Для начала надо привести подъезды в порядок, наладить общественный контроль, а им уже в помощь определить эту технику, которая тоже стоит денег, и она тоже должна кем-то оплачиваться. Но если позволите, несколько слов все-таки по программе по ремонту подъездов, которая сейчас инициировала правительство Московской области. Это трехлетняя программа. Мы должны в этом году сделать 25%. Деньги на финансированные этих работ будут идти из четырех источников. Первый источник – это бюджет Московской области, это порядка 18%. Второй источник – это из бюджетов местных поселений, так называемые субсидии, это порядка 30%. Ну и далее идет оставшаяся часть – это управляющая компания, но отдельно прописано еще не менее 5% – это жители. Но мы пришли к такому решению, что учитывая, что жители сдают средства на содержание текущий ремонт. И мы с вами вот только что говорили, какая плохая ситуация у нас сложилась, что деньги на текущий ремонт мы используем, по сути, не по назначению, гасим долги, ресурсникам проплачиваем. Вот с 2017 года это будет все по-другому. Теперь деньги, поступившие в режиме месяца, будут накапливаться на ремонт подъезда и оплачиваться на эти цели. У нас до вашего эфира поступили вопросы в социальных сетях. Вот Алексей Маркин у вас спрашивает, что входит в норматив потребления воды на общие домовые нужды. И здесь, понимаете, такая задача, которая, например, мне сейчас очень сложно решить. На трехкомнатную квартиру 81 литр по нормативу, горячей, столько-то воды. Уборщица производит влажную уборку подъезда, тратит 10 литров в день, получается 20 литров на подъезд, количество подъездов 6. И здесь очень долгий вопрос. Но сводится он к тому, насколько правильно эти цифры посчитаны и насколько верно оплачивает Алексей эти услуги на общие домовые нужды. Не совсем корректно по отношению к остальным зрителям, что мы сейчас будем разбирать конкретный случай. Мы обязательно этот вопрос проработаем и отдадим. Дадим, вернее, исчерпывающий ответ. Ну, общие домовые нужды, если в целом сказать, это те ресурсы, которые платятся на содержание общего имущества. Если речь идет про воду, то спорным вопросом всегда является, а сколько уборщица берет воды для мытья лестниц, а где она берет, а давайте мы ей счетчик поставим и так далее. Эта проблема и в Москве существовала. Была фиксированная сумма, сколько надо платить. Где-то, вот сейчас это разбрасывается по жильцам. Этому вообще надо посвятить какое-то отдельное время. А вот по данному вопросу мы дадим конкретный ответ заявителям. Следующий вопрос. Почему так резко вырос тариф на техническое обслуживание домофона? И приводится, значит, процентное соотношение на 58,5%. Такое впечатление, что у нас домофоны каждый день протирают спиртом и меняют в них запчасти. На домофонных системах действительно применяется протирка спиртом. Тонким слоем. Да, тонким слоем. Значит, ситуация вот в чем. Я когда пришел и начал по полочкам разбирать, где плюсы, где минусы финансовые для муниципального предприятия, пришел в ужас, что то направление, которое должно было нам приносить прибыль, потому что это платеж дополнительные жители, он не входит в тариф, в ставку планового нормативного расхода. Поэтому он должен приносить его прибыль. Но когда мы посмотрели расценки, по которым мы обслуживаем домофоны, мы пришли в ужас. Достаточно залезть в компьютер, набрать стоимость этих услуг в том же городе Видном, другими компаниями и мы увидим, что мы просто находились в каменном веке. Ну, для сравнения, домофон без трубки стоил у нас 19 рублей. А в городе порядка 30-35 рублей. С трубкой там вообще были очень большие несоответствия. Поэтому, если берем два дома, наш и тот, где обслуживает другая коммерческая фирма, ломается один и тот же какой-то домофон, они идут в магазин, покупают одну и ту же деталь, ставят, восстанавливают работоспособность домофона, наша фирма оказывается в Парагаре, эта фирма получает прибыль. Значит, работать в убыток никто не будет, мы уже поняли, к чему привело, да, работать в убыток из года в год, это приводит к банкротству. Поэтому мы обратились, мы сделали расчеты, мы обратились в администрацию, нам утвердили новые ставки по обслуживанию домофонных систем, которые являются рыночными, и все равно они меньше, чем те, которые в видном существуют. Следующее обращение звучит как СОС-сигнал. Примите меры, постоянно заливает подвал нечистотами, ужасный запах на первом этаже, жить невозможно. Это Петровский проезд, дом 18. Известно что-то про это обращение, или оно только вот сейчас поступило? Нет, ну, таких обращений много, мы и в аварийном, и в текущей работе принимаем меры, но мы с вами уже смотрели на статистику, печальную статистику возрастную наших домов, большинство домов эксплуатируется больше 30 лет, эксплуатация без капитального ремонта каждой инженерной системы имеет свой нормативный срок, а не в 2-3 раза переходили свой нормативный срок. Все они требуют капитального ремонта. Текущего ремонта мы с вами разобрали ситуацию, что денег не хватает в том ракурсе, в котором сейчас обслуживают муниципальные предприятия. Поэтому я вам сказал, что сейчас многократно увеличится объем работы, мы текущим ремонтом сможем выполнить больше, ну и плюс мы сформировали уже с осознанием ситуации трехлетнюю программу по капитальному ремонту отправили в фонд, через администрацию отправили в фонд капитального ремонта. В этом году будет много, порядка 30 домов в капитальном ремонте. Про ремонт подъездов мы уже сказали. То есть в 2017 году будет просто огромный шаг вперед по увеличению объемов выполненных работ. А вот давайте по приемке работ поговорим. У нас в ноябре-январе проводились так называемые работы по текущему ремонту. Это улица Советская, дом 30. Ограждения оконных проемов не отремонтированы. Огрейки покраски стен, привыкание к наружной металлической двери не отрегулировано. Щель такая, что при закрытых двух дверях на первом этаже зимой холодно. Ваш главный инженер обещал выслать на электронную почту дефектную ведомость и смету. Но пока обещание так и осталось обещанием. Какие работы будут производиться, в какие сроки? И те работы, что были проведены, можно назвать косметическим ремонтом с большой натяжкой. Вот уже ставит оценку наш телезритель. Правильная оценка, потому что то, что мы сделали в этом подъезде, назвать ремонтом подъездом совершенно нельзя. Это были какие-то выполнения локальных мероприятий, хотя мы с заявителем общались, даже несколько раз меняли цвет краски. Очень придирчивый с хорошей точки зрения заявитель. Ну, я думал, что мы вопрос сняли, но человек все равно остался недовольный, только по той причине, что не было комплекса выполнения работы. Возвращаясь к программе ремонта подъездов, о которой мы сейчас здесь много говорили, правительство Московской области утвержден исчерпывающий перечень работ с подробным описанием этих работ, вплоть до номинования краски, которой должна краситься стенка или потолок. Значит, будет ремонтироваться входная группа, не дверь, а входная группа целиком с окраской, с приведением в порядок козырька обязательно. Не просто приведение в порядок, а полное его, значит, там же это фактически как кровля мягкая, значит, с ремонтом входной группы. Дальше мы заходим в подъезд, это ремонт стен потолка, перил, ступеней, замена 20% плитки. Значит, ну, колер будем определять с жителями, хотя, надеюсь, мы все-таки найдем какое-то, значит, совпадение цветов, да, чтобы не мучиться с колеровкой краски. Дальше идет ремонт окон, замен окон в текущий ремонт не входит, замен окон в местах общего пользования это капитальная работа, поэтому речь будет идти о, значит, ремонте окон. Ну, было, скажу, что шестым пунктом было у нас ремонт, ой, установка как раз тех самых камер видеонаблюдения с подключением к системе безопасный регион, но, видимо, оказалось это дорогостоящим и бюджеты не потянули. И сейчас это исключили из обязательного вида работ. И вот мы в этом году 530 подъездов вот по такой схеме с таким объемом работ должны выполнить. И этот дом тоже включен, и я думаю, что... нам еще предстоит, прежде чем дом отремонтировать, посмотреть, а какое состояние там кровли. Значит, если кровля течет, какой смысл ремонтировать подъезд? Поэтому нужно будет сначала выполнять ремонт... Капитальный? Ну, хотя блокальный ремонт кровли. Или есть, вот скажем, 43-й дом в развилке, ко мне приходил председатель совета дома, у них полностью пришел в негодность мусоропровод, а я забыл сказать, что еще ремонт мусоропровода. Поэтому он наставит, чтобы ему не делали ремонт подъезда, пока не будет полностью отремонтирован, заменен ствол мусоропровода. Но это работа капитального характера, мы сейчас пытаемся влезть в программу капитального ремонта, чтобы отремонтировать этот ствол, а потом уже зайти с ремонтом подъезда. И вот только со старшими по домам можно будет вот такое взаимодействие, такую вот очередность сформировать. Сначала сделать это, а потом перейти к тому. ПЛК-62, здесь уже вывесили объявление по ремонту капитального. И как будут проводиться эти работы, спрашивают жильцы, потому что в квартирах трубы проходят в стенах. Будут ли разбивать стены на замену новых? Управляющая компания занимается содержанием и текущим ремонтом. Вопрос капитального ремонта в компетенции управляющих компаний не входит, тем более те, которые организованы фондом капитального ремонта. Там у них свои инженеры, технадзоры, свои конкурсы они проводят. К сожалению, прошлый год показал, что очень негодные подрядчики пришли, было очень много у нас проблем с ними, особенно по ремонту кровель. До сих пор ремонтируются. До сих пор ремонтируются. У них переходящие объекты есть аж с 2014 года. Сейчас они никак не сформируют программу на 2017 год с учетом переходящих. Мы осуществляем совместно с администрацией лишь такой физический контроль, чтобы вышли, если никого нет, мы бьем тревогу, а куда делись рабочие и так далее. Есть ли какие-то контакты, координаты, по которым могут жители вот этот вопрос задать? Пускай они звонят к нам в управляющую компанию, а мы уже будем доставать тех специалистов, которые закреплены. Есть два инженера технодзора от фонда, но на них лежат два района громаднейших Московской области. Тем не менее, мы их отлавливаем по телефону они всегда дают нам консультации, ответы, поэтому здесь вопрос не будет. Лидия Васильевна, почему мы должны платить такие большие деньги за газ, если мы им почти не пользуемся? Вот спрашивает. Если мы почти не пользуемся? Да. Счетчиков же на газ нет? Счетчиков на газ нету. Ну, существуют нормативы, но вы же понимаете, что это не ко мне вопрос. Школьные 85 писали заявление на восьмом этаже текут стены во время мороза и дождей. Когда будут делать? Мы составили план текущего ремонта на 2017 год. Основные проблемы, это можно на одной руке посчитать, это кровли, межпанельные швы и промерзание стеновых панелей. К сожалению, надо бы, конечно, делать полностью стену капитального ремонта, да, по утеплению фасада. Если мы походим по-видному, а если в развилку съездить, то там стоит дом, у него где-нибудь на шестом этаже отремонтированная стена, утепленная напротив отдельной квартиры, портится внешний вид, но ничего не остается делать, капитальным ремонтом мы все дома не прикроем, поэтому мы составили, мы скоро к вам придем в дом, повторяюсь, с собранием, чтобы избрать старших и утвердить план текущего ремонта, без него мы, без этого утверждения мы не сможем приступить к работе. Как люди узнают, будут проводиться в их подъезде ремонт или нет? Вот, например, ПЛК-14, третий подъезд, у нас на пятом этаже отваливается краска и штукатурка, Виктор обращается. Мы обязательно сейчас, когда окончательно утрясем список, список по ремонту подъездов утверждает руководитель ассоциации многоквартирных домов, жилищная инспекция. Сейчас администрация обратилась в поселковые наши администрации, чтобы те запланировали в бюджете 2017 года свое долевое участие, согласно постановлению правительства Московской области по ремонту подъездов. Когда будет все вот это утрясено, мы уже с полным пониманием, что это наш план, мы его вывесим на сайте, я думаю, что мы опубликуем его в газете, на стендах, будет все сделано гласно, и самое главное, мы придем к вам на общее собрание, чтобы вы нам утвердили и дали согласие свое на проведение этих работ. ПЛК-11 дробь 2 всегда грязно и стоит очень плохой запах в подъезде. Это от работы уборщиц? Это, конечно, человеческий фактор, плохо работает или отсутствует уборщика. Или вот такие проживают интеллигентные люди? Либо недогляд, либо неиспорченный доводчик, домофон или еще как-то. А может быть просто конвенционная система. Мы обязательно проверим. ПЛК-62. Почему в пятиэтажных домах не устанавливают приборы тепла? Прибор тепла устанавливается независимо от этажности или благоустройства, степени благоустройства дома. Мы совместно с ПТО городского хозяйства, это наша ресурсонабжающая организация, на сегодня провели стопроцентное обследование подвалов жилых домов и составили акты о технической возможности или невозможности установки общедомового прибора учета. А дальше все взаимосвязано. Житель не платит нам, мы не платим ресурсонабжающей организации, а у ресурсонабжающей организации нет средств на установку общедомовых приборов учета, которые житель просит установить. Поэтому мы должны с вами понимать, что все взаимосвязано. Необходимо платить за кварплату и будут тогда устанавливаться счетчики. Администрация помогает в этом вопросе по закупке общедомовых приборов учета. Мы их устанавливаем по мере их приобретения, но не мы устанавливаем, мы предоставляем доступ, прибор учета устанавливается, ставится на коммерческий учет и начинаются работы. К сожалению, все зависит от финансов. Ремонт крыши это текущий или капитальный ремонт? Школьная 75 Зинаида Федоровна спрашивает, когда у нас будет? Где с графиками знакомиться? Вообще разница между текущим и капитальным ремонтом это либо в объемах, либо в полной замене. Если что-то полностью меняется, то это капитальный ремонт. Мы с вами говорили про замену окон в подвале. Ремонт кровли, если это локальное мероприятие, это текущее, если полностью, это капитальный ремонт. Время эфира подошло к концу. Может быть есть сайт, на который могут люди прийти, в управляющую компанию посмотреть, узнать какой-то график своих ремонтов подъездов, крыш, крови, или капитальных ремонтов? Наберите в интернете мопу.к.жкх и вы найдете наш сайт. Подъезды мы график вывесим чуть позже. В ближайшее время мы придем к вам и поможем вам избрать старших по домам. Пожалуйста, помогите. Я пожелаю вам вылезти из той ямы, в которой сейчас находится ваше предприятие, и чтобы все, что задумано, было эффективно и помогло и Ленинскому району, и жителям Ленинского района. На этом прощаемся. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова